Стоимость продуктов в феврале-марте и стабилизация цен. Эти цены стали главными на заседании оперативного штаба по мониторингу ситуации на продовольственном рынке. Продолжают расти, но не так быстро, как раньше. Так можно охарактеризовать ситуацию с ценами на продукты в республике. Чтобы достигнуть даже таких результатов, представителям власти пришлось потратить немало сил. Специалисты проверили цены в 34 объектах розничной торговли. Вместе с антимонопольной службой проанализировали ситуацию на молочном рынке. Кроме того, правительство нашло много новых поставщиков, чтобы в конкурентной борьбе сбить цены. Столичная мэрия организовывала ярмарки «Покупай дешевле». Диктовать цены продавцам напрямую государство, конечно, не может. Однако, к примеру, с крупными сетевиками можно было попробовать договориться. С некоторыми это получилось, отметил министр экономического развития, промышленности и торговли. Результаты дали о себе знать. На 16 марта у нас отмечен низкий уровень цены на свинину. Мы первое место по фону занимаем и по России. По либо по булочным изделиям, по сырам. Капусту от белкачана, если вы раньше помните, занимали по фону 14 место. То есть сегодня мы третье место занимаем. По курам охлаждения тоже сюда была непонятная. Сегодня на пятом месте. В рейтинге ситуации по продовольственным ценам среди всех регионов России и наша республика на 63 месте. Впрочем, снижение цен на некоторые товары может иметь сезонный характер. Картофель продовольственный, конечно, подорожал за эти два месяца. Но в последние дни, буквально с 19 числа, наблюдается уже снижение. Это говорит о том, что появился картофель, который уже на складах был. Его вытаскивают и сейчас тенденция снижения цен немного будет наблюдаться по картофелю. До того, пока не выйдет картофель нового урожая. Как выйдет картофель нового урожая, конечно, здесь уже цены будут выше. Есть и продукты, на которые рост цен в феврале по сравнению с январем составил все 50%. Это, к примеру, бананы, виноград и завозные огурцы. В марте зафиксирован незначительный рост на макаронные изделия, колбаса, творог, кефир, масло подсолнечное. На остальные виды товаров цены оставались относительно стабильными. Правительство продолжает держать руку на пульсе. Ольга Пырочкина, Сергей Рябчиков, Республика.